Озеро было выкопано в 1577 году. Озеро Бессмертие, оно лечит. Сюда приезжают окунуться, чтобы избавиться от болезней. В этом храме, я уже рассказывала, но я сейчас еще раз повторю, в 1982 году сихские сепаратисты захватили этот храм и два года удерживали. Люди приезжали, паломники, они могли здесь так же, как и раньше посещать храм, но все переходы, подвалы, все внутри было занято сепаратистами. Они изготавливали здесь оружие, и это продолжалось два года. В итоге, в 1984 году Индира Ганди отдала приказ захватить этот храм силой, штурмом. Конечно, опустить, вот видишь, женщина опускается, сейчас возьмет воды, помажет себе ступни. Дальше, дальше, там почище. Ах, какие красавцы, красавцы с кинжалами, или как их там, с копьями, с кирпанами. Видно красавцев на фомине меня? Освободите нашу девочку, нашу тайную красавицу. Захватили опять. Очень-очень красивая девочка, и все хотят с ней фотографироваться, индейцы. Ох, мой, как красивый. Ой, какой красивый солдат. Не знаешь, куда смотреть. Кругом такая красота. Окей, давай, давай. Скажем. Скажем. Помещение, подвалы, переходы, производили гранаты. И в 84-м году Индира Ганди издала приказ отсюда их вышибить. В июне штат Пенджаб был отрезан от внешнего мира, электричество, телефонная связь. Все было прекращено. Ой, какая красивая. Ой, какая у нее челма. Супер. Здесь можно женщинам погрузиться, сходить. И несколько дней проходили здесь бои. После этого, по подсчетам самих индийских властей, было убито 82 военных и 400 с чем-то почти 500 мирных жителей, которые пришли на празднование дня рождения Агуру. Но, говорят, их было гораздо больше убитых. После этого сикхи затаили обиду на Индиру Ганди. И они ее убили 31 октября 84-го года. Да, когда захватывали этот золотой храм во время операции «Голубая звезда», вот это озеро все было розовое от крови. Захват произошел очень неудачно. Было много потери жертв. После этого они создали индийское правительство, специальный, особенно обученный отряд «Командос». Сейчас их называют «Черные коты». Очень выносливые ребята, и очень их обучают сурово. «Черные коты», потому что они носят черную одежду. И очень много было достаточно в истории Индии таких печальных страниц, когда приходилось привлекать этих «Командос» к работе. В 88-м году храм был опять захвачен, но его освободили очень быстро. Потом, когда в Мумбаи была террористическая операция, постоянно страдает Индия, так же, как и другие страны от террора. Многие здания были разрушены, вернее, не разрушены, а очень сильно попорчены. Индийское правительство предложило деньги на восстановление этого храма, но сииксская община отказалась и сказали, что мы отремонтируем храм на свои деньги. Это они, как бы, протест. Гордо отказались от подачи правительства, которое Ира стреляла. Ну, тут, в общем-то, двойственная история. Печальная история операции «Голубая звезда». Во всем этом озере плавают рыбки. Озеро лечебное, целебное. Многие люди приезжают сюда получить освобождение от своих болезней. Есть такая легенда, что одна принцесса была очень капризная, и папенька ее, царь, сказал, «Женю тебя на первом, вернее, выйду замуж. Кто мимо пройдет?» Потому что она ковырялась в женихах слишком долго. И женила ее на страшном, убогом и больном человеке, мужчине. И она, конечно, была недовольна. Они пришли на берег этого озера, она куда-то отлучилась. Когда вернулась, сидел молодой, красивый парень. Она подумала, что этот человек убил ее мужа. Она к нему с расспросами, где мой муж? Он говорит, а я и есть твой муж. Я вот просто окунулся, и теперь я молодой, здоровый, а был старый и больной. Так что вот я думаю, что мы уже потрогали воду, руки, ноги помазали, лицо. Может быть, вечером и будет у нас шанс окунуться. Очередь вот там вот такая длинная-длинная очередь через мостик в Золотой храм. Утром она больше, чем вечером. Вечером мы постараемся сходить. Она отделяет праведников от грешников. Вот это вот переправа, этот мост. Вот здесь еще грешники, а туда вошел, и ты уже и праведник. Рыбок, что ли, ловит? Вот эта большая группа иностранцев, человек 20. Ну, через годик-два мы тоже будем привозить такие большие группы. А вот эта группа вообще человек 100. Играет музыка. Играет музыка. Саша денежку положил по жертвованию Все девочки в Пинджабе получают автоматическое отчество Каур, значит принцесса А мальчики принц, синк Знаете, певица есть на там Каур Я, например, Ирина Каур, принцесса Елена Каур А мальчики синк Джай синк, Саши синк Вот, ну как, Фатима? Голден темпл Это супер Я не знаю, у меня слов нет Слов нет, а у тебя? У нас впечатление в море Красота, да? Хорошо, роди Мечты сбываются Мечты сбываются Я очень красиво И вот, ну, я уже с этими мурашками достала Ну скажи, они бегают Слушай, они бегают, у меня слезы текут Ну его, замечательно Ну его, убери камеру, да? Дай поплакать Потрясающе, просто потрясающе Грандиозная красота Вот здесь по всем углам храма В четырех местах Раздают воду бесплатно А там моют эти тарелки Мужчины моют с этой стороны Женщины моют с этой стороны Это бескорыстное служение Сева Мне кажется, это похоже на туласи Вот дерево Я таких не видела Они всегда маленькие, туласи Можете проверить, что это, эти три? Ты тоже ешь Говорит, это не туласи Нет Обычно туласи такие маленькие Священный базилик Так он не вырастает Базилик все-таки как кустарничек, травка Идем, подбираем слова Говорим, наш лексикон устрашающий беден У нас только Это что-то Как красиво Это что-то, как красиво Потом Фатима говорит Нет, я знаю еще одно слово Шикардос А я знаю слово Крутсянска Студенты, вы выстроили мальчики, девочки? Нет, школьники Утомился принц